Продолжение следует... Не так давно я увлекся способностью Илона Маска делать невероятно сложные вещи за безумно короткие сроки. Что бы вы о нем не думали, Илон Маск весьма продуктивный парень. И как тот, кто любит копаться в расписаниях успешных людей, я начал задумываться, а какие привычки, практики и установки помогают Маску оставаться продуктивным. После прочтения биографии Маска от Эшли Вэнс и просмотра некоторых из его интервью, я вывел пять уроков, которые отвечают на этот вопрос. Любой может применить их в своей жизни, и начнем мы с совета, который обманчиво прост. На интервью из Реддита в 2015-м один из самых обдут... обдатых... обдутых... один из обдутых... Просто скажу обдутых. Один из обдутых вопросов был, какая привычка сыграла наибольшую позитивную роль в твоей жизни? На что Маск просто ответил. Душ! Признаюсь, сначала я подумал, что Илон просто троллит этого человека. И, эй, вполне возможно, что так и было. А еще возможно, что он говорил правду. И его ответ заставил меня задуматься о более широком, но связанном совете, до которого я дошел сам. Когда я серьезно отношусь к своей внешности, то начинаю относиться серьезно и к работе. Если с утра я сразу приму душ и надену одежду, в которой чувствую себя уверенно, то, скорее всего, день пройдет продуктивно, даже если я работаю дома, где меня никто не видит. Многие предприниматели понимают это почти сразу же, когда начинают работать на себя. А еще этот урок быстро усваивают студенты, которые идут в колледж и покидают родительское гнездо. Чем меньше в вашей жизни внешнего контроля, менеджеров, родителей, брутальных фей по имени Юрген фон Стрэнгл, тем больше нужно рассчитывать на самодисциплину и силу воли, чтобы делать что-то. И два этих качества в удивительной степени зависят от гигиены, внешнего вида, организации и чистоты вашего рабочего пространства. Если хотите быть продуктивным в своей работе каждый день, относитесь к этому серьезно. Мойтесь каждый день, ну или настолько часто, чтобы не пахнуть, как бета-тестер Адикалона от Оскара Ворчуна. Одевайтесь красиво, и я не имею в виду костюм с галстуком. Носите одежду, в которой чувствуете себя уверенно и которая показывает, что вы относитесь к себе серьезно. Другая вещь, которую я заметил у Маска, и она создает основу второго урока, он подает пример своей команде. Илон требовательный директор. Он ожидает, что его команда будет работать много часов, бить конкурентов по всем фронтам и по сути отбросить любую видимость баланса жизнь-работа. Из-за этого он может показаться грубым и безразличным. Вот что он сказал одному из работников Тесла. «Я хочу, чтобы ты думал наперед и думал так много, чтобы болела голова. Я хочу, чтобы ты каждую ночь шел спать с больной головой». Но несмотря на эту грубую природу, многие нынешние и даже бывшие работники Тесла уважают его. Они готовы пожертвовать своей личной жизнью, чтобы соответствовать его требованиям. Почему? Ну, во-первых, Маск не заставляет никого в команде работать усерднее, чем он сам. Другими словами, он подает пример. Маск вкладывает от 85 до 100 часов в неделю, часто работая по выходным. Еще у него есть мощная система организации, чтобы выжимать из каждой минуты максимум. И если команда Маска много работает, то он работает больше. Конечно, неотъемлемая часть такого примера – сделать его видимым для людей, чей моральный дух должен взлететь до небес. Вот почему Маск поставил свой офис на этаже фабрики среди офисов других инженеров. Стив Джурвитсон, один из управляющих Тесла, объяснил, почему Илон так сделал. Он выбрал самое видное место специально. Он в Тесла почти каждые выходные и хочет, чтобы люди видели его и знали, где его найти. А вот как это относится к вашей продуктивности. Если вы осознанно начнете подавать пример людям вокруг, то появится мотивация постоянно двигаться дальше. Если вы знаете, что на вас смотрят, особенно те, от кого вы что-то требуете, то точно не будете сидеть сложа руки. К тому же в групповом проекте или в ситуации, когда вам нужно организовывать других людей, личный пример очень поможет сделать команду более сплоченной и эффективной. А для Илона сплоченность и эффективность команды очень важны, потому что он постоянно ставит преувеличенные цели, что есть основа для третьего урока. Одна из основных черт Маска – тенденция ставить невероятно амбициозные дедлайны на разные проекты. А иногда они даже нереалистичны. Если вы знакомы с ранней историей Тесла, то помните, что изначально они обещали сделать первый Роадстер к 2006-му и без конца откладывали запуск, пока наконец не выпустили его в конце 2008-го. С другой стороны, такие невозможные дедлайны оказывают мощный эффект на команду. Вот что говорит об этом бывший директор SpaceX. И вот все работают над машиной, которая должна проехать от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка на одном баке. Они работают над ней год и тестируют все части. Потом, когда все через год приезжают в Нью-Йорк, вице-президенты втайне думают, что машина в лучшем случае доедет до Лас-Вегаса. В итоге машина добирается до Нью-Мексико вдвое дольше, чем ожидалось. И Илон все равно зол. Он добивается от людей вдвое большего, чем все остальные. И я хочу сделать акцент на последнем предложении, потому что оно идеально показывает силу преувеличенных целей. По сути, это цель, которая за пределом ваших возможностей, а иногда за пределом восприятия этих возможностей. Если вам кажется, что вы можете подтянуться пять раз, а тренер говорит выжить все десять, то он просто ставит преувеличенную цель. И, скорее всего, вы не подтянетесь десять раз, но сможете выжить семь. Часто цель, которая кажется невозможной, как раз то, что нужно, чтобы выйти за обозримые пределы. Нужна смелость, чтобы начать делать то, что сейчас кажется невыполнимым, потому что в погоне за этой целью вы поднимете свои навыки на нужный уровень, чтобы действительно ее достичь. Такого роста не происходит, если вы метите на вещи, которые легко для вас выполнимы. И Маск прекрасно это знает. Другая вещь, которую хорошо знает Илон, важность создания широкой базы знаний. Среди всех директоров технических компаний, Маск выделяется тем, что хорошо разбирается в науке, которая стоит за созданием того, что он производит. Такое широкое понимание физики, математики и проектирования позволяет ему понимать инженеров, когда те приходят к нему с проблемой. И часто он предлагает решения, которые и правда работают. К тому же широкие знания помогают ему ломать ментальные блоки и мотивировать свою команду делать вещи, которые другим казались невозможными. Отличный пример — идея многоразовых ракет. В книге Эшли Ванс говорит, есть целый лагерь экспертов, которые говорят, что Маск просто тратит время зря, что вычисления давно показали полную несостоятельность многоразовых ракет. А в марте этого года SpaceX запустили тот же самый Falcon 9 во второй раз. Многоразовые ракеты уже здесь. Знания Маска о науке и проектировании — не только результаты его студенческих лет. Даже когда он работал на своей компании, то всегда стремился понять основы того, что строят его инженеры. Вот идеальная цитата из книги Ванс. «Он закрывал инженера на фабрике SpaceX и допрашивал его на тему вентилей и особых материалов. Сначала я думал, что он проверяет, знаю ли я свое дело, — сказал Кевин Броган, один из первых инженеров. Но потом я понял, что он учится. Он будет допрашивать тебя, пока не узнает 90% всего, что знаешь ты. Упорство Маска в том, чтобы изучить каждый аспект производства продуктов его компании, делает его человеком в форме Т. У него есть много знаний и навыков в отдельной области, а также более поверхностные, но все еще обширные знания в широком спектре других тем и дисциплин. Напротив, человек в форме Ай, специалист, имеет глубокие знания только в одной области и больше ничего. Он сидит в своем мире, а еще есть так называемые люди-тере. Такие берутся за все подряд, но толком ничего не умеют. Из этих трех архетипов лучше всего стать человеком формы Т, потому что он совмещает лучшее из двух миров. Вы развиваете мастерство в одной области до такой степени, что можете сделать что-то поистине ценное, но получаете широкие знания из других сфер и становитесь креативнее. Вы смотрите на проблемы под другим углом и решаете их нестандартно. Вот мы и подошли к последнему и важнейшему уроку от Илона Маска. «Знайте, что всегда можно сделать лучше». Я хочу начать эту часть с моей любимой цитаты Илона. Я думаю, что очень важно иметь петлю фидбэка, в которой ты вечно думаешь о том, что сделал и как это можно улучшить. Мне кажется, что это лучший совет. Постоянно думай о том, как можно сделать все еще лучше. Илону Маску всегда недостаточно того, где он сейчас. Он может быть горд достижениями своих компаний, но точно знает, что в каждой области есть что-то, что можно сделать лучше. Всегда есть более эффективный, быстрый, клевый или дешевый способ. Один из моих любимых примеров такого мышления, это когда ему дали квоту в 120 тысяч долларов от поставщика на электромеханический привод, одну из частей ракеты. Большинство аэрокомпаний бы просто приняли квоту, вставили привод в ракету и повесили расходы на клиентов. Но Илон Маск посмеялся над поставщиком и поручил одному из работников построить такой же привод с бюджетом в 5 тысяч баксов. И этот работник по имени Стив Дэвис построил его за 3900 баксов, что было даже ниже условленного бюджета. В итоге этот привод вставили в ракету Falcon 1. Опять же, всегда есть лучший, а в этом случае более дешевый способ. Это мышление принято называть мышлением роста, и оно является важнейшим фактором, который отделяет успешных людей от их менее успешных копий. Человек с таким мышлением верит, что может научиться чему угодно, если вложит достаточно усилий. Если он оступается, то поднимается и пробует еще раз, на этот раз с сознанием того, что не нужно делать. В итоге он понимает, что его потенциал ограничен только его желанием тяжело работать и пробовать новое, пока что-нибудь не выстрелит. Люди, которые не думают так, имеют фиксированное мышление. Они видят мир только в одном положении, которое навряд ли изменится. Они думают, что не являются теми, кто может измениться. Также они верят, что тактика, которую они используют, самая лучшая. Это тот тип людей, которые думают, если оно работает, то лучше не трогать. Но суть в том, что такое мышление заставляет топтаться на месте. Происходит стагнация, а тот, кто живет с мышлением роста, будет прогрессировать. И даже если этот прогресс невелик, по одному проценту в день он все равно копится. Огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то ставь лайк, чтобы поддержать канал, и, эй, никто не запрещает отправить его другу. Если еще не подписался, то делай это здесь, и не забывай жмякать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Кликай сюда, чтобы получить копию моей книги о том, как улучшить оценки. Еще можно кликнуть сюда и заценить наш новый эпизод подкаста, который полезен тем, кто ищет работу. А еще я засуну другое видео с этого канала где-то вот здесь. Спасибо за просмотр, и, как всегда, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok